Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о Евангелии от Матфея, мы обратимся сейчас к 16 главе, в которой мы находим несколько очень важных разговоров Господа Иисуса с учениками, в основном, собственно, диалогом Его с учениками, и посвящена эта глава. Но открывается она кратким рассказом о том, как Господа искушают фарисеи и саддукеи, люди, для которых он в этот момент уже представляет известную угрозу. Фарисеи в каком-то смысле опасаются конкуренции, во-первых, а во-вторых, просто не согласны с тем, чему учит Господь Иисус. Ну а саддукеи большей частью, конечно, опасаются за свое привилегированное положение и тоже категорически не готовы принять ни самого Иисуса, ни его учения. И вот эти люди приступают ко Христу, и, как свидетельствует евангелист Матфей, да, кстати, и другие евангелисты, которые об этом пишут тоже, вот они его спрашивают, покажи нам знамение с неба, покажи нам знамение с неба. Они хотят увидеть некий небесный знак, что они имели в виду, и какое бы знамение удовлетворило бы их, вообще говоря, вопрос, который остается за кадром, потому что по большому счету это не так важно. Но вот они хотят, настаивают на том, что для того, чтобы они, может быть, может быть, только приняли Иисуса, как-то его признали, признали за ним право на существование, чтобы он явил некое чудо. А уж они будут решать, убедительное это чудо или нет, настоящее оно или нет. В предыдущих главах мы видели с вами, как, когда Иисус совершает чудеса исцеления или сгоняет бесов, те же фарисеи начинают говорить, что он совершает эти чудеса силой князя Бесовского, то есть они за собой оставляют право решать, устроит их то или иное знамение или нет. И, как и в других рассказах об этом событии, Господь Иисус отказывает им и говорит, «Нет, знамение вам не дастся, рот лукавый прелюбодеян и ищет знамение, и знамение не дастся ему». Но перед этим евангелист Матфей еще помещает пару стихов, на самом деле очень важных и поучительных, потому что Господь говорит этим самым фарисеям и саддукеям, требующим знамение, примерно следующее, что, ну вот, вы видите на небо, видите, что набегают тяжелые тучи, понимаете, что будет дождь, вы видите там закат красный, и понимаете, что на следующий день, наверное, будет сухо. Но вот такие вещи вы в состоянии спрогнозировать, почему же, говорит Господь, вы не можете распознать время, время посещения, как Господь говорит, если бы ты, хотя и в сей твой день знал, что служит к миру твоему, распознать время посещения, понимать время, в котором ты живешь, и что в нем происходит, не с точки зрения ленты новостей, а с точки зрения вечности. Вообще говоря, довольно важная вещь, потому что людям вообще свойственно ограничиваться очень узким, и, я бы сказал, таким приземленным, плоскостным взглядом на свою жизнь и события мира, и увидеть действительно, как то, что с нами происходит, выглядит с точки зрения вечности, вещь довольно важная. Вот фарисеи и саддуки совершенно этим не интересуются, не хотят посмотреть ни на себя, ни на свою жизнь с этой точки зрения, поэтому, может быть, и обличает их Господь. И, как и выше, Матфей уже рассказывал о подобного рода искушениях, которые предъявляют Христу, Господь говорит, нет, знамение не дастся, кроме знамения Ионы Пророка, которое заключается очевидным образом в том, что язычники, ненавитяне, люди жестокие, и такой, в общем, там был военно-фашистский имперский режим в этой самой Неневии, вот они, тем не менее, услышав свидетельство Ионы, покаялись и изменили свою жизнь и обратились к Господу. Вот то знамение Ионы Пророка, которое, собственно, предлагает Господь тем, кто его искушает. Примерно так же, как он говорит ученикам Иоанна Крестителя, пойдите и расскажите учителю, что слепые прозревают, хромые ходят, и больные исцеляются. Вот что происходит. И это единственный знак того, что действительно Господь пришел от Бога. Дальше, после этого разговора, Господь уходит от этих фарисеев и саддукеев и вместе с учениками переправляется на другую сторону Галилейского моря. И здесь происходит в лодке, насколько можно судить. Такой довольно удивительный, странный, не вполне понятный диалог между Христом и учениками. Когда они отправились на лодке, причем евангелист замечает для читателя, что ученики забыли взять хлеба, ну, потому что они отправлялись в места относительно безлюдные, а если там кто и жил, то скорее язычники, и идти к ним, так сказать, покупать хлеб было достаточно неосторожно. Ну и вот ученики забыли хлеб взять, а по дороге Господь вдруг, ну, насколько мы можем судить, по рассказу Матфея, вдруг обращается к ним и говорит, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Что это может означать? О какой закваске он говорит? Тем более еще, конечно, есть неразрешимый вопрос, почему вдруг в этот момент Христос затевает этот разговор с учениками. Существует несколько разных толкований, объяснений, почему именно сейчас и именно об этом, но все они, я бы сказал, очень надуманные, поэтому даже не стоит обращать на них пристального внимания. Важно, что вдруг для учеников Господь говорит, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. И ученики его понимают это так, что он обличает нас, что мы не взяли с собой хлеба, и вот теперь должны будем обращаться к фарисеям и саддукеям, хотя этого делать бы не следовало. Так примерно понимают его ученики. И на это Господь говорит им, ну вы только что видели, как пять тысяч насытились пятью хлебами, вам этого мало, вот четыре тысячи насытились семью хлебами, неужели непонятно, что я говорю не о хлебе? И здесь евангелист пишет, тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебные, но учения фарисейского и саддукейского. Обратите внимание еще, что в предыдущих главах Господь о Царстве Небесном говорит как о закваске, которая помещается в огромное количество муки и постепенно преображает все. И вот здесь, судя по тому, как нам об этом рассказывает Матфей, речь идет о фарисейском и саддукейском учении. В чем же оно заключается? Чего именно нужно беречься? Это довольно, скажем так, открытый вопрос с неочевидным ответом, потому что, ну, во-первых, конечно же, за два тысячелетия общепринятых толкований мы привыкли к тому, что речь идет о некотором фарисейском лицемерии. Некотором фарисейском лицемерии, ну, да, конечно, но к саддукеям это вроде бы в меньшей степени относится, а Господь говорит все равно о учении фарисейском и саддукийском, которого следует опасаться. Скорее всего, следовало бы нам связать эти слова Христа с предыдущим отрывком, с того, чем начинается 16 глава, с разговора о поиске знамения. Дай нам знамение, и мы будем решать, ты настоящий или ненастоящий, согласимся мы с тобой или не согласимся. И, скорее всего, Господь, по крайней мере, в изложении Матфея, имеет в виду именно это, именно это присвоение себе права судить Бога. Собственно, это и есть, вероятно, в данном месте закваска фарисейская и саддукийская, от которой Христос предлагает ученикам беречься. Теперь дальше уже следующий эпизод, который буквально без перерыва следует за этим разговором о закваске фарисейской и саддукийской, чрезвычайно важен один из поворотных вообще пунктов всего сюжета евангельских событий в окрестностях Хессарии и Филипповой, Господь спрашивает учеников, за кого люди почитают Меня. Что думают люди, которые Иисуса слышат, которые видят Его чудеса, принимают или не принимают? И, конечно, как вы понимаете, это тоже связано с вопросом о закваске фарисейской и саддукийской, о том, что, вот, скажем, есть фарисеи и саддукий, которые считают, что Иисус обязан в качестве, так сказать, удостоверения личности предъявить им какое-нибудь знамение с неба, как пропуск. Ну, вот, хорошо. А другие, чуть не сказал нормальные, обычные люди, за кого почитают Господа Иисуса. И в ответ на этот вопрос ученики предлагают ему целый спектр разных мнений, которые бытовали в народе Божьем в те времена об Иисусе. И мы, кстати говоря, в других местах в Евангелии тоже наблюдаем примерно этот же разброс мнений. Кто-то говорит, что это Иоанн Креститель, как Ирод, например, думает. Кто-то думает, что это пророк Илья, который должен прийти перед приходом Мессии. Кто-то думает, что это пророк Иеремия, или там один из пророков. Вот много разных мнений, так или иначе косвенно связанных с контекстом мессианской истории. Ну вот, и мы видим, как Господь задает своим ученикам вдруг, неожиданно, может быть, для них самый важный решающий вопрос. «А вы за кого почитаете меня?» «За кого вы почитаете меня?» Вопрос, на который необходимо ответить. Ну и, в общем, понятно, что те ответы на такой вопрос, там, Креститель, Иеремия, или, которые есть у народа, что это, в общем, ответы, которые не подходят. «За кого вы почитаете меня?» И, в общем, довольно понятно, что всякий человек, который прочитал Евангелие, который узнал об Иисусе, что-то пытается понять и увидеть, как-то пережить в своей жизни, в общем, сталкивается, в конце концов, с этим вопросом. «За кого ты почитаешь меня?» Это вопрос, который Господь задает, вообще говоря, каждому человеку. и каждый из нас в той или иной степени открыто, отчасти может быть молча, но, тем не менее, должен, нуждается в том, чтобы на этот вопрос ответить. От этого очень много зависит, потому что если ты будешь отвечать на этот вопрос каким угодно способом, кроме того, который здесь в Англии описан, то, в конце концов, ну, а зачем тебе слушать одного из пророков или там, знаете, Господа Иисуса, особенно последние пару сотен лет, любили представлять то каким-то первобытным коммунистом, то каким-то, значит, вот, религиозным фанатиком или, наоборот, реформатором, неспровергателем основ, прочее, прочее. Ну, мало ли кто что говорит, какие вещи, да, почему мы так уж прямо обязаны его слушать. Вот, собственно, когда Господь задает этот вопрос ученикам, они для себя вынуждены принять решение, почему мы идем за ним, почему мы его слушаем, почему мы остаемся его учениками. Примерно так, как в Евангелии от Иоанна этот вопрос звучит в гораздо более жесткой форме, не хотите ли вы отойти. Ну, и вот мы видим, как в ответ на этот важнейший вопрос Петр решается ответить, другие евангелисты говорят, что он, в общем, это делает от лица всех апостолов. Матфей не подчеркивает этого факта в его изложении вот просто Петр отвечает Иисусу и говорит, ты Христос сын Бога живого, ты тот, кто пришел от Бога спасти Израиля и спасти мир, ты царь Израиля. Вот эти слова, ты Христос сын Бога живого, чрезвычайно важны. Замечу, кстати, что христианские толкователи в каком-то смысле по инерции стараются вложить в вот этот ответ апостола Петра некоторое халкидонское богословие о том, о богочеловечестве Христа, о богосыновстве, о том, что вот Сын Божий воплотившийся, но скорее всего Петр вовсе не имеет в виду ничего этого. Для него, как для здравомыслящего иудея, подобного рода вещи были бы практически немыслимы и невозможно было бы ему даже подумать об этом до того, как сам Иисус скажет уже в последнюю неделю «Я и Отец одно», как мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна. Поэтому, когда Петр говорит «Ты Спаситель, ты Мессия, ты Сын Бога Живого», скорее он имеет в виду нечто, описанное у пророка Исаии, где Господь говорит «Вот отрок мой, которого я держу за руку». Он скорее всего имеет в виду «Ты возлюблен Богом, ты принят Богом, ты принадлежишь Ему, и мы доверяем тебе, потому что мы верим, что вот через тебя действует Бог». Примерно такой круг значений в выражении апостола Петра «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но как это нередко бывает с пророческими высказываниями, а слова Петра здесь вне всякого сомнения пророческое высказывание. Со временем становится виден и понятен другой, более глубокий смысл, потому что теперь мы можем, прочитав Евангелие от Анны, сказать, что, конечно же, за этими словами стоит и исповедание самого Христа, который говорит, «Видевший меня, видел отца, я и отец одно». Вот какое-то непостижимое, видимо, трудно поддающееся рациональному объяснению, а то и вовсе не поддающееся богосыновству Иисуса, находит свое отражение в исповедании Петра, ну, в общем, в каком-то смысле подспудное для самого Петра, не такое очевидное. И вот, собственно, в этом все и дело. Петр исповедует Иисуса Христом, исповедует его Мессией, и тогда становится на место все в отношении учеников, в том числе и Петра с Иисусом, и в этом ответ на вопрос, почему они следуют за Ним, почему они слушают Его учения и пребывают в этом самом учении. И Господь принимает это исповедание Петра, принимает его ответ, причем в очень, я бы сказал, возвышенных словах, в таком неразговорном, непросторечном стиле, говоря, блажен ты Симон, сын Ионин, потому что не плоти, кровь, открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Таким образом, Иисус подтверждает слова Петра, соглашается и принимает это исповедание, причем, во-первых, он обращается в этот момент к Петру как к человеку, который в данный момент достиг, если хотите, в высшей степени своего человеческого достоинства. Петр, исповедуя Иисуса Христом, достигает полноты своего человеческого достоинства. Это, вообще говоря, чрезвычайно важная вещь, и я склонен думать, что никаким другим способом достичь полноты своего человеческого достоинства просто невозможно. Вот. И кроме того, Господь Иисус в данный момент свидетельствует, что это понимание Петра, его исповедание, то, что Петр говорит, мы же не знаем, кстати говоря, насколько сам Петр в состоянии осознать произносимое, тем не менее, вот Иисус говорит, что это понимание Петра откровение Божье, дар от Бога, дар, который дает Петру не плоти, кровь, не что-то, что он узнал или понял от людей, а действительно то, что в его сердце вкладывает Отец Небесный. Во-первых, поразительно, что такое откровение от Отца Небесного может прийти в сердце и в голову вполне обыкновенного человека, не вот прям хорошо образованного обыкновенного Петра, галилейского рыбака. Это само по себе очень важно увидеть, но самое главное, что Христос свидетельствует, что вот эта способность исповедовать Его Мессией это дар Отца Небесного, дар, который дается Петру, может быть, так же незаслуженно, как и всем остальным людям. Дальше, продолжая обращаться к Петру, Господь говорит еще некоторые очень важные для нас сегодня вещи. Во-первых, Он называет его камнем, ну, потом это превратилось в собственное имя, и вот видите, ты Петр, как мы читаем в Евангелии, собственно, греческое Петро означает камень, ты скала, и на этой скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Ну, во-первых, собственно, скалой является, конечно, не сам по себе Петр, а исповедание Петра, вот его такое доверие Отцу Небесному и его исповедание того, что вот именно Иисус и является Спасителем, вот тот камень. Ну, к сожалению, в разные эпохи христианской истории мы часто были склонны думать, что речь идет о Петре как таковом, ну, в общем, это, мне кажется, некоторая все-таки аберрация христианского сознания, а реальность именно вот в этом исповедании. Церковь, община учеников Иисуса строится как на камне на исповедании Иисуса Спасителем мира. Вот, собственно, и все. Ну, и есть, правда, еще одна часть в этой фразе, когда Господь говорит, врата ада не одолеют ее. Ну, это очень утешительно и обнадеживает, поэтому мы любим эти слова и себе сами их повторяем, как бы ни было трудно, вот, врата ада не одолеют ее. Ну, во-первых, надо заметить, что само построение фразы Христа подразумевает, что одолеть, может быть, и не одолеют, но будут очень стараться. Поэтому, в каком-то смысле, нам тоже важно быть начеку, понимать, что происходят эти врата ада очень близко, и то, что они не одолеют церковь, имеется в виду только потому, что она основана вот на этом камне Петрова исповедания. Далее, еще одна важная и нелегко понимаемая фраза Христа, когда он говорит «Дальше Петру, дам тебе ключи царства, что свяжешь на земле, будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Обычно, как кажется, вслед за Тертулианом, христиане понимают эти слова Христа, как будто бы он сказал Петру, ну ты там дальше сам разбирайся, кому чего простишь, тому простишь, кому не простишь, не простишь, там, это уже тебе решать, и как будто бы устраняется от этой вообще проблемы. Ну, нет, конечно, ничего подобного и близко нет в словах Господа Иисуса. Во-первых, связывать и разрешать, как в другом месте Господь про то же самое говорит, кому оставите грехи оставиться, кому разрешите разрешаться. Вот, связывать и разрешать это фраза, которая звучит в историческом контексте, а в историческом контексте есть по меньшей мере сотню лет фарисейской деятельности в Израиле, ну, на самом деле деятельности это больше, но примерно сотню лет до описываемых событий фарисеи принимали очень активное участие в политике и в религиозной жизни, буквально во всех аспектах жизни народа божьего божьего и не только декларировали, но и реализовывали свою власть принимать решения. И вот они говорили, с этими мы будем заключать союз политический, а с этими не будем. Вот, мы будем чтить Бога так или чтить Бога эдак. Вот эти считаются нечистыми, а эти чистыми и так далее. вот принимать властные решения, касающиеся всей жизни народа божьего. И фарисеи называли это своей властью вязать и решить, связывать и разрешать. Поэтому, когда Господь произносит эти слова, что будет связано на земле, то будет связано на небе, что разрешено на земле, разрешено на небе, он тем самым напоминает ученикам, в том числе и Петру, напоминает вот об этой претензии фарисеев, которые думали, что они имеют власть, в общем, самозванную на самом деле, власть принимать решения Господь же для своей церкви, для общины своих учеников дает эту власть. Во-первых, потому что он дает эту власть, а во-вторых, потому что это обусловлено исповеданием Петра. Ты, Христос, Сын Бога Живого. И, собственно говоря, община его учеников, церковь его учеников, это такая реальность, где все решения и всякая власть обусловлены исповеданием Иисуса, тем, что это община, которая состоит из людей, для которых Иисус действительно Христос, Сын Бога Живого, и это не пустые слова. Это очень важная вещь. Он вовсе не имеет в виду предоставить Петру или всей общине учеников Христовых право на некоторый произвол. Он не говорит «делайте тут, что хотите». Он говорит «община, которая основана на этом исповедании «Ты, Христос, Сын Бога Живого», вот от нее зависит судьба неба и земли, от нее зависит, что будет действительно происходить в жизни, и от нее, что тоже очень важно, зависит какая-то такая Иисусом предусмотренная связь между небом и землей. Эта позиция вовсе не властная, а наоборот ответственная. Очень важно тоже понимать, что это далеко не одно и то же. И дальше мы увидим в этой главе и в следующих как Христос старается, чтобы ученики его поняли, что же все-таки он имеет в виду. Ну и кроме того, еще Господь здесь же в этом разговоре запрещает ученикам, чтобы никому не говорили, что он есть Иисус Христос. Таким образом, получается, что ему самому нужно было услышать от учеников это исповедание, но делать это объектом пропаганды он запрещает. Нет, не говорите никому, что я Христос. Это в каком-то смысле удивительно, потому что ну как ученики могут вдруг не делиться этим своим открытием и этим своим исповеданием. А вот как дальше евангелист пишет о том, что с этого времени Господь начал открывать ученикам, что ему надлежит много пострадать. Здесь мы видим с вами первое предсказание, пророчество о смерти и воскресении. Сыну человеческому предстоит много пострадать от старейшин и архиереев и книжников быть убитой и в третий день воскреснуть. И, конечно, для учеников это поразительная, наверное, почти невозможная вещь. Ну как же так? Они только что исповедали его Мессией, которому суждено установить царство Бога в Израиле и победить и смерть, и грех, и язычников, и все. И он принял это исповедание, а теперь он говорит о поражении, о том, что он будет убит, о том, что он много пострадает от старейшины первосвященников и книжников и в третий день воскреснет, чего они уже вообще с трудом могли понять. Насколько мы можем судить, в основном ученики думали, что речь идет о каких-то как бы мы сказали временных трудностях, о том, что не все пройдет гладко, но в конце концов все получится, и думали, что это такой вот поэтический способ говорить, хотя дальше они увидят, что совсем не так. Но вот здесь, по крайней мере, в первый раз Петр может быть вследствие своего характера, может быть вследствие того, что он очень темпераментно реагирует на это противоречие, он говорит Иисусу нет, нет, вот пусть не будет этого с тобой, невозможно, чтобы ты, Христос, Сын Бога Живого, и был убит, да не будет этого с тобой, и на это Господь говорит ему отойди от меня, ты думаешь не о том, что Боже, а о том, что человеческое. Может быть в этих словах Христа самое главное попытаться для нас с вами задуматься, что же он имеет в виду под Божием, если Петр, думая о том, что невозможно Спасителю мира потерпеть поражение, невозможно Спасителю мира погибнуть, и вообще Петр его любит, и он не хочет, чтобы Иисус погиб, тем более много пострадав, да, это все говорит Господь человеческое, а что тогда Божье, что он называет Божьим, и по-видимому, вот, как это ни странно, вот весь этот путь унижения, отвержения людьми, страданий, вот, необходимость для себя пройти этим путем, вот, вероятно, именно это Иисус и называет Божьим, делом Божьим, это нам чрезвычайно важно понимать, потому что, ну, конечно, у нас тоже очень часто возникает такое отторжение, и тоже хочется сказать, да не будет этого с тобою, и мы готовы предъявлять Богу счет за то, что он не, как сказать, не стирает с лица земли человеческих страданий и не решает этих проблем, а вместо этого проходит нашим человеческим путем скорби, в общем, это важное очень место в 16 главе, продолжая разговор об этом, Иисус говорит своим ученикам, здесь, по крайней мере, это фраза, обращенная к ученикам, хотя в других местах мы видим, как он говорит это народу, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной, возьми свое орудие позорной казни и иди за мной, снова, речь идет именно об этом пути, на котором ты все теряешь, пути поражения, пути отвержения людьми, страдания и смерти, какой-то почти безосновательной, надеждой на то, что это не все. Вот этот путь креста, которым идет Иисус, он предлагает и своим ученикам, и говорит, кто хочет жизнь свою сберечь для себя, ну, тот все равно все это потеряет, а тот, кто отдаст, потеряет душу свою, ради меня, тот обретет ее. и здесь, конечно, самое главное, вот эти слова ради меня, ради меня, потому что, ну, вообще говоря, жизнь драгоценный дар Божий, и не ради чего, может быть, другого, и не было бы уместным от нее отказываться ее терять. Вот Иисус говорит в первую очередь о ценности номер один. Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Но, вероятно, это только поверхностный смысл его фразы. Он говорит, может быть, еще и вообще о пути человеческих страданий, по которым мы все идем, даже если не хотим. И вот если мы по нему идем ради Иисуса, понимая, что таков тот путь, по которому он сам прошел, то это может быть для нас обретением жизни.